Этой весной была анонсирована новая версия Android, а с 5 октября стабильная версия Android 6.0 Marshmallow стала доступна для первых устройств, в число которых попал Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 2013 года, Nexus 9 и Nexus Player. Сегодня мы подробно расскажем о новой операционной системе на примере Nexus 5. После обновления операционной системы первое, что бросается в глаза, это новая анимация загрузки смартфона с использованием обновленного логотипа компании Google. Начнем с изменений в разблокировке устройства. Теперь левая нижняя иконка отвечает за запуск Google Now, а не звонилки, как на прошлой версии операционной системы. Да и теперь тянуть за иконки нужно буквально из угла, это не так удобно, как и ранее. Изменился шрифт виджета часов, но если не присматриваться, то изменения практически не видны. Рабочий стол и вовсе остался без изменений. Новый логотип Google и цветной микрофон привнесены вместе с новой версией Google Start. Единственное нововведение – это возможность удаления приложений с рабочего стола, а не просто ярлыка, как и ранее. Изменение ориентации прокрутки в меню приложений также относится к Google Start. Если раньше мы листали столы приложений справа налево, то теперь снизу вверх. Вверху всегда будет оставаться строка поиска приложений, под которой будут находиться четыре наиболее часто запускаемые приложения. Порядок расположения приложения простой – сначала те приложения, которые начинаются на цифры, а далее все по алфавиту. Первым языком будет системный, а потом уже английский. Если нажать на ползунок прокрутки, находящийся у левой грани, то будут выделяться буквы и первое приложение на каждую из них. Поиск приложений буквально молниеносный – это подойдет тем, у кого в устройстве хранится множество программ и игр. Теперь не нужно листать и внимательно искать нужное приложение, а достаточно ввести первые буквы, и оно уже найдено. Произошли изменения и в анимации, все работает очень плавно, даже на Nexus 5. Назад вернулась раздельная громкость для мультимедиа, будильника и звонка, а также нормальный режим работы «Не беспокоить». Немного переработали функцию «Копировать и вставить». Она содержит переводчик, который может заменить текст на переведенный, конечно, если установлен Google Переводчик. Теперь при движении курсора вправо слова выделяются целиком, а если необходимо выделить часть слова, то для этого нужно сдвинуть курсор влево. Благодаря этому выделить текст стало легче и удобней. Благодаря функции Google на OneTab поиск возможен в конкретном приложении. На практике это очень полезная вещь. Теперь можно искать информацию непосредственно на веб-странице, в музыкальном плеере, твиттере, сообщениях, почте и множестве других приложений. Для этого необходимо всего на несколько секунд нажать и удерживать клавишу «Домой» и Google на OneTab проанализирует содержание экрана. Важно помнить, что анализируется только та информация, которая находится в активной области экрана. Сам анализ очень быстрый, хотя и зависит от скорости интернет-соединения. В результате это очень удобная функция. Ложкой дегтя будет ее недоступность, если в телефоне выбран русский язык. А вот с английским все работает замечательно, даже кириллицу отлично распознает. Надеемся, что в ближайшее время поддержка других языков тоже появится. Стандартный интерфейс Android имел только самые необходимые настройки. Теперь ситуация немного изменилась. Если в пункте «Настроек приложения» нажать на шестеренку, то мы попадем в меню «Настроить приложение». Вот тут найдем много чего интересного. Здесь самыми интересными пунктами являются разрешение приложений и ссылки в приложениях. В пункте «Разрешение приложений» мы управляем какому приложению отдать доступ к SMS, календарю, камере, контактам, местоположению, микрофону, нательным датчикам, памяти телефону и другим функциям. Теперь при установке приложения из Google Play не нужно соглашаться на все условия одним махом. Все будет происходить постепенно. При первой попытке получить доступ к данным на устройстве будет осуществляться запрос, и тогда уже можно либо разрешить, либо запретить. Пункт «Ссылки в приложениях» позволяет настроить открытие приложений по поддерживаемым ссылкам. Еще один интересный пункт — хранилище и USB накопитель. В нем можно посмотреть использование внутреннего накопителя и внешнего, будь то карта памяти microSD или флешка, подключенная по OTG. Наконец-то Google добавила встроенный диспетчер файлов. Да, он может только перемещать, удалять и делиться файлами, но это уже хоть что-то. В пункте «Батарея» тоже произошли изменения. В статистике использования с момента полной зарядки отображается не только время работы, но и расчетный расход в миллиампер-часах. Появилась возможность настроить приложения так, чтобы они экономили заряд — так называемый режим DOS. На данный момент по умолчанию приложения настроены на экономию, кроме сервисов Google Play, которых заставить экономить заряд невозможно. Режим DOS необходим для увеличения времени автономной работы телефона в спящем режиме. Именно этого много кому не хватает, и часто бывает, что за ночь уходит до 20% заряда. Теперь же Nexus 5 спокойно улаживается в 1-2% за ночь. При этом не нужно выключать Wi-Fi или вовсе ставить авиарежим. Магия, да и только. Оперативная память теперь получила свой пункт «Меню память». В нем появилась оценка доступной памяти, общее количество памяти, среднее использование, в процентах свободная память, а также анализ использования памяти приложениями, которые выводятся за последние 3 часа, 6 часов, 12 и 1 день. Сортировка приложений осуществляется по среднему объему использованной памяти. При переходе мы получаем дополнительную информацию о частоте использования, максимальном объеме использованной ASU, а также процессах, за которыми скрывается приложение. Присутствуют и скрытые настройки – System UI Tuner. Для их активации необходимо пару секунд удерживать шестеренку в шторке. Первый пункт в меню называется «Быстрые настройки», в нем меняется расположение ярлыков в шторке. Пожалуй, один из самых необходимых пунктов – показывать уровень заряда батареи в процентах. Если говорить об аппаратных изменениях, то теперь Android 6.0 Marshmallow поддерживает работу с USB 3.1 Type-C, скорость передачи которого может достигать 10 гигабит в секунду, а также сканер отпечатков пальцев. А вот новый интерфейс камеры доступен пока только на Nexus 5X и Nexus 6P. Android 6.0 Marshmallow – это настоящая работа над ошибками. Несмотря на то, что внешне практически ничего не изменилось, все стало значительно лучше. Плавность работы интерфейса стала непревзойденной. Тот же Nexus 5 на Lollipop и Marshmallow как будто два разных телефона. Автономность тоже возросла, особенно в спящем режиме. Появились плюшки в виде Google Navantab, к которому очень быстро привыкаешь, а также статистика использования памяти и возможность настройки разрешений приложений. Вот и получилось, что внешних отличий минимум, а по сути новая операционная система просто must have. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...